Детские банковские карты — это опасные инструменты, которые могут вырастить из ребенка, меркантильного и капризного человека. Вы на канале ВЗО, меня зовут Ирослав, и сегодня мы с вами докопаемся до истины, чтобы узнать, как именно банковские карты могут утянуть детей в материализм, заставить их наткнуться на мошенников и прочие финансовые козни. А поможет нам в этом наша специальная гостья — Лиза, которая уже более года пользуется детской сберкартой, и уж ей точно есть о чем рассказать. Поехали! Изначально идея детских банковских карт принадлежала иллюминатам, но, исходя из личного мнения и десятков прочитанных исследований, все же скажу — это закономерный исход распространения цифровых услуг. Пишите в комментарии, какой вариант вам нравится больше. Спрос на такие карты появился относительно недавно, примерно в десятых годах, когда цифровизация начала массово набирать обороты, а наличные деньги постепенно стали пропадать. Я вот прекрасно помню, когда мне было 10 лет, мне приходилось носить с собой запасную карту своей мамы, чтобы она могла перечислить мне деньги на обед, потому что налички у нас тогда дома уже не водилось. Поэтому я даже рад, что теперь дети могут оформить свою карту уже с 6 лет, чтобы не создавать дополнительные проблемы родителям. Сейчас в России детские карты представлены у девяти банков, но мы остановимся на двух самых популярных — Сберкидс и Тиньков Джуниор. Детские карты Сбербанка и Тинькова полностью бесплатны в обслуживании. Единственный плюс в копилочку Тиньков — такой же кэшбэк, как и по взрослым картам. До 30% от стоимости товара, до 2% за покупки в интернет-магазинах и 1% за любые другие покупки. У Сберкарты же кэшбэк почти незаметный — до половины процента с любой покупки. Хотя и здесь можно неплохо накопить. Если с 6 до 14 лет тратить каждый месяц по 10 тысяч рублей, получится собрать аж 4 800. Немало. Какая детская карта более удобна в использовании? Ну, в обоих случаях у ребенка будет свое отдельное приложение с обучающими материалами, подсказками и понятным интерфейсом. Родителям же будет доступна вся история операций. Так что не переживайте, если пропустили уведомления о совершенной транзакции. Кстати, если взрослые будут беспокоиться о судьбе своих денег, всегда есть возможность отключить свободный доступ к покупкам через интернет. Если ребенок захочет совершить онлайн-покупку, на телефон родителя придет СМС с кодом подтверждения. Единственное небольшое преимущество Тинькофф — это снятие наличных во всех банкоматах без комиссии, если снимаете не менее 3 тысяч и не более 100 тысяч рублей, что для ребенка может быть неактуально. В Сбербанке минимальный размер комиссии за снятие наличных в банкоматах других банков составляет 1%, но не менее 100 рублей. По обеим картам можно совершать покупки в интернете. Говорят, с карты Тинькофф даже сейчас можно купить робоксы, но если что, мы вам этого не говорили. Да и покупки с Вайлберри заказываются без проблем. Пополнить Сберкидс можно через приложение Сбол или Сбербанк Онлайн. Пополнить можно с карты любого взрослого человека. Тинькофф Джуниор можно пополнить с карты родителя Тинькофф, с карты любого другого банка, банковским переводом, наличными в банкомате и как только вашей душе угодно. Никаких ограничений здесь нет. Честно, кэшбэк для детской карты мало что значит. Удобство? Да, важно, но не базовый критерий. Безопасность. Вот что должно быть самым главным в карте для маленьких пользователей. И мы сами на простом примере решили проверить, в каком банке ребенок будет более защищен от мошенников. Моя коллега написала в поддержке обоих банков, что она, кажется, потеряла свою карту. Ассистент Олег буквально за 5 секунд переключился на живого оператора, который моментально среагировал и был готов заблокировать карту в ту же минуту. Сбербанк же ограничился ботовской отпиской. Помимо защиты от поддержки, родители и сами могут помогать своему ребенку. Во-первых, не советуем оставлять на карте большие суммы. Во-вторых, пользуйтесь приложением как можно чаще, чтобы не пропустить подозрительных списаний. Ну и, наконец, подключите смс-уведомления, чтобы быть в курсе всех событий. Вот уж точно ситуация, где смски не будут лишними. В вопросах безопасности никогда нельзя ограничиваться одной лишь двухфакторной аутентификацией. Самое главное условие, при котором ребенок научится правильно управлять своими деньгами, это его финансовая грамотность. Даже если переводить детю по 100 рублей в день строго на проезд, никогда нельзя быть уверенным в том, что он не скопит эти деньги на какие-нибудь сомнительные покупки. Но можно сократить вероятность этого, если заниматься с ребенком и на собственном примере показывать, как работают деньги. Да и ошибок бояться не стоит. Детские ошибки, как правило, куда более безобидны, чем настоящий взрослый кутеж. Мы в ВЗО разработали бесплатный курс по финансовой грамотности, чтобы каждый смог заполнить свои пробелы в отношениях с деньгами и, конечно же, поделиться своим опытом с близкими. В темах курса учет доходов и расходов, разбор налогов, страховок и вкладов, а также советы, как не стать жертвой мошенников и, конечно же, планирование семейного бюджета. Переходите по ссылке в описании и уже через 8 уроков вы станете настоящим финансовым гением. Должен признаться, все это видео было мыслями человека, мало что понимающего в детях. Признаю свою неправоту и чтобы показать вам настоящую экспертность, прошу любить и жаловать Лиза, автор ютуб-канала Лиза Лисичка, готова поделиться своим опытом использования Сберкитс. Всем привет, ребята, меня Слиза, я год уже пользуюсь карточкой от Сберкитс и хочу поделиться со своими ощущениями вместе с вами. Я достаточно быстро разобралась со всеми функциями, потому что ничего в функциях несложного нет, но многие функции я узнала из приложения, которое скачивается для карточки от Сбербанка. Оформление прошло довольно быстро и легко, потому что мама оформляла из своего приложения Сбера, что заняло пару минут. Мне понравилась карта тем, что ее очень удобно оплачивать, ее не нужно сувать и вводить пин-код, ее просто можно приложить, что очень удобно. Еще понравилось то, что родители видят твой расход и могут тебя пополнять, и не только родители, а еще недавно появилось новое обновление, что теперь можно скидывать деньги со своей карты кому-нибудь другому, что очень облегчено моей жизни. Я очень рада, что эта функция появилась. Она довольно клевая. Я вообще не заметила недостатку в карточке, прям вообще. Все, что там есть, мне хватает, я не хочу ничего там добавлять и чего-то исключать. У карточки нет кэшбэков или других приятных вещей, но мне кажется, что для первой карточки это совсем не страшно, тем более, что она детская. Я оба снила бы эту карту врезать из 10, потому что это действительно облегчило мне жизнь. И сейчас, когда я иногда плачу на наличных, то мне очень непривычно, и теперь удобнее пользоваться карточкой, чем наличными. Всем хорошего дня и всем пока! Большое спасибо Лизе за ее отзыв. Ссылка на ее канал будет в описании. Как видите, все заморочки только в голове у взрослых. Для детей банковские карты это прекрасный продукт, помогающий чувствовать им себя более взрослыми и приспосабливаться к современному миру. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, если было полезно, пишите свои комментарии и всем пока!